Дорогие зрители, у нас в пресс-центре замечательные творческие гости. Они представляют Республику Карелию и работают в национальном ансамбле песни и танца «Кантели». И сегодня с нами балетмейстер национального ансамбля песни и танца «Карелия и Кантели», заслуженная артистка Карелии Оксана Степановна Смирнова. Здравствуйте. Помощник руководителя Александр Николаевич Горибанов. И начальник отдела маркетинга коллектива Татьяна Анатольевна Субботина. Здравствуйте. Первый вопрос. Как вам вообще в Рязани? Мы еще, конечно, особо не успели посмотреть город, потому что мы буквально вчера поздно-поздно приехали. Но завтра у нас есть еще один день, мы будем принимать участие в Галоконцерте. И поэтому завтра днем у нас будет прекрасная возможность погулять по городу и смотреть его. Я вам желаю самых наилучших впечатлений о нашем гостеприимном городе Рязани. Вы посмотрите, погуляйте, подышите этим прекрасным рязанским воздухом. Но а здесь вы для того, чтобы рассказать о вашем замечательном коллективе? Ну, если говорить правильно о нашем коллективе, я могу сказать о премиадуру. Это национальный орденознак почета, лауреат всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, ансамбль песни и танцы Карелии Кантеля. Наш коллектив был создан в далеком 1936 году. Основателем коллектива являлся выдающийся музыкант, исследователь карельского фольклора, музыковед Виктор Пантелеймонович Гудков. И в этом году, вот, вернее, для нас очень особенный, потому что в этом году у нас такая юбилейная дата, мы будем отмечать свой 85-летний юбилей. И вас поздравляю. Спасибо. И на протяжении всех этих творческих лет главной задачей нашего коллектива является сохранение, развитие, пропаганда и популяризация традиционного искусства народов, проживающих на территории нашей республики. Я думаю, что ни для кого не секрет, что Карелия — это многонациональная республика, и уже на протяжении многих тысячелетий на территории Карелии бок о бок проживают карелы, финны, вепсы, ингерманланцы, а также северные русские народы. И мы, как единственный профессиональный коллектив Карелии, не имеем права оставить без внимания культуру всех этих народов. Поэтому в репертуаре нашего ансамбля есть большие театрализованные программы, которые мы посвятили именно культуре всех этих этносов, этих народов. Если говорить о нашем творческом составе на сегодняшний день, то он представляет собой некий сплав из нескольких наполняющих друг друга творческих коллективов. Это оркестр, в состав которого входит ансамбль кантелистов, инструментальная музыкальная группа, и также ансамбль старинных музыкальных инструментов. Это балетная труппа, так скажем, мы ее называем танцевальная группа, и вокальная группа Айна. И сегодня, я думаю, что на сцене Рязанской государственной филармонии в 19 часов наш коллектив покажет, наверное, лучшие образцы профессионального искусства Республики Корея. Так что мы приглашаем всех желающих, гостей города Рязани, жителей города Рязани, прийти на наш сегодняшний концерт. Я буду с нетерпением ждать вечера, с удовольствием присоединюсь ко всем зрителям и посмотрю на ваше творчество. У меня вопрос к Александру, и вопрос тоже достаточно традиционный, на первый взгляд, а с другой стороны, я честно скажу, что буквально за два часа до эфира я впервые узнала, что есть такой музыкальный инструмент кантели, и что он чем-то похож на гусли. Так ли это или нет, и вообще расскажите про историю этого интересного инструмента. Да, конечно, кантели — ближайший родственник гусли, и вообще у многострунных инструментов, и в любом уголке мира есть родственники, так скажем. Но рассказывая о кантеле, невозможно не упомянуть о прекрасной легенде, которая существует об этом инструменте, и хранится эта легенда в рунах кореолфинского эпоса «Каневала». В ней рассказывается о том, что первый кантеле сделал мудрец Ляйна-Мёнин из челюсти огромной щуки, а струнами послужили волосы «прекрасные дилы». Когда Ляйна-Мёнин начинал играть на этом инструменте, то происходили чудеса. Заканчивались войны, переключались ссоры, прибегались звери, приплывали рыбы, прилетали птицы, даже скалы сдвигались со своих мест, и золотое солнце и серебряный месяц выходили из своих небесных покоев. Вот такая красивая легенда существует о нашем инструменте. Говоря о современном корейском крометическом кантеле, то, конечно, его создание неразрывно связано с вышелопомянутым Виктором Гудковым, который в начале 30-х годов 20-го века в одной из корейских деревень в руках простого крестьянина услышал звуки малостромного, неотёсанного инструмента и был просто очарованный. Вот, будучи большим учёным-исследователем карельского приклора, да, как Татьяна сказала, он заразился идеей усовершенствования этого инструмента и перенесения его из карельской избы на профессиональную сцену. Совместно с мастерами было создано целое семейство инструментов кантеле — это кантеле-пикколо, кантеле-прима, кантеле-альте, кантеле-бас. Виктор Гудков в 36-м году создал кантеле-оркестр, который дал начало, дал толчок к развитию нашего коллектива в целом. Сегодня дело Гудкова активно развивается и продолжается, постоянно растёт эксплуатический уровень кантелистов. И образование у нас в Карелии, обучение на инструменте кантеля ведётся на всех ступенях образования — это музыкальная школа, музыкальный колледж, консерватория, поэтому, можно сказать, что кантелистам нашим очень повезло, что он может получить очень хорошее, крепкое образование. Сегодня кантель является звучащим символом культуры нашего края, ансамбль кантелистов, безусловной основой и украшением творческого коллектива кантеля. Большое спасибо, Александр. И у меня вопрос к Оксане. Оксан, вы уже сказали о том, что ансамбль кантеля — это синтез инструментального, вокального, танцевального жанров. Расскажите немножечко, приоткройте завесу тайны и расскажите про странички, вот именно танцевальной истории ансамбля. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. Да, немножко расскажу, так скажем, поглубже. В 1905 году в Карельской деревне, Другая река, родился наш основатель, основатель именно танцевальной группы ансамбля кантелей — Василий Иванович Кононов. Родился он вепской семье, и поэтому эта культура вепская была для него очень близка. Видя с детства, как поют его народ, видя, как танцуют, как исполняют те или иные жанры, именно бытовые жанры, скажем так, обрядовые, он в дальнейшем всё это привнёс на сцену. Ну, после окончания школы он не сразу стал танцевать именно, а работал разнорабочим. Но в 20-30-е годы Советского Союза очень была, так скажем, сильно развита самодеятельная культура, где он принимал участие. И вот так как активный участник самодеятельной культуры его заметили, отправили учиться в московский технику руководителем танцевального коллектива. По окончанию он возвращается в Карелию и какое-то время работает художественным руководителем в художественном районе в Доме культуры. В дальнейшем в селе Шолтозера он организовывает вепский хор. Вепский хор принимает участие, состоящий из двух женщин, в Ленинграде, в декаде карельского искусства, где они получают первое место. Вот там-то и заметил Виктор Гудков, основатель нашего ансамбля. Я так начала немножко с истоков подальше. Виктор Гудков приглашает его к нам в коллектив, он соглашается, набирает балетную труппу. И 28 лет проработал он главным балетмейстером ансамбля «Кантели». Василий Иванович Кононов, видя вот эту вот культуру фольклорную, национальную Карельского края, переносит ее на сцену. Он своего рода становится таким новатором. Мало того, что если взять карельскую избу, то все действие происходило в центр. Что он делает? Он разворачивает действия к зрителю, раскрывая одну сторону, как бы полукругом. Людям это очень понравилось. Люди стали ходить на концерты. Видя то, что происходит у них в быту, то же самое они увидели на сцене. Это было интересно, это было для кого-то познаваемо. Ну и, безусловно, Василий Иванович Кононов, он не только новатор, он еще такой двигатель карельской культуры. Один из основоположников. Сейчас на него равняются, смотрят. Даже уже впоследствии балетмейстеры, такие как Хельми Мальми, Виола Мальми, Раиса Калинкина, Ирина Зоточкина, Валерий Калинкин, Евгений Смирнов, привносили что-то свое новое, но никогда не забывали традиционное наследие Василия Ивановича Кононова. Мы до сих пор сохраняем, популяризируем его искусство традиционное. Поэтому вот такое необычное исполнение непосредственно в Национальном ансамбле. Дорогие друзья, у нас сегодня просто удивительно прекрасные гости, очень интересные. Мы напоминаем, что с творчеством ансамбля «Кантели» вы можете познакомиться сегодня в Рязанской областной филармонии. Продолжение следует...